Многослойность, сгущение красок, буйство синего и красного. Выставка работ Маргариты Требагановой для любителей живописи и мастеров кисти – значимое событие. Идея выставки – это, прежде всего, судьба поэта, но и судьба еще, можно сказать, творческой интеллигенции. Вот тут портреты моих детей, они стали художниками. А я не разделяю литературу, музыку и живопись. Мне кажется, это все как-то вместе должно быть. На полотнах Маргарита Требаганова смело объединяет живопись, литературу, христианство. Темы добра и зла, жизни и смерти становятся ключевыми. Одна из основных работ «Триптих» – судьба поэта. У меня такая задача была, чтобы они были монументальными, смотрелись издали, и при приближении можно было технику рассмотреть. Поэтому они в таком плане не слишком заглублены, а как бы реют в том пространстве, в котором они находятся. Знойный итальянец Паганини словно парит в воздухе скрипач-виртуоз в самом центре выставки. Над этой картиной художница работала около года. Паганини – гений, виртуоз, потому что таких людей больше нет. Пушкин в своем роде, они где-то с ним на какой-то определенной высоте, на какой-то определенной линии, где-то соприкасаются. Рассуждали о замысле творца, таланте и искусстве. На выставке собрались единомышленники, профессионалы и любители. Выставка, надо сказать, получилась прекрасная. Именно как выставка состоялась. Я просто уверяю, что всем надо на нее попасть, приехать, посмотреть, потому что это надо видеть живьем. Потрясен красками, потрясен глубиной, которую можно рассматривать долго и долго. Очень нравятся мне рисунки гелевой ручки, которую только-только начинаю сейчас смотреть во время открытия выставки. И мне кажется, что картиной ее можно рассматривать долго, а им нужен свет, безусловно. Оригинальный философский склад ума, глубокие знания в области рисунка и, конечно, талант. Франция, Бельгия, Германия, Израиль, США. Работы Маргариты Требагановой, кажется, увидела уже весь мир. Татьяна Верняковская, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.